За душевный концерт с гитарами под открытым небом в Сыктывкаре в Кировском парке своим творчеством с жителями города поделились участники 10-го межрегионального конкурса бардовской песни для людей с инвалидностью «Струна и кисть. Вечное перо». Песенную компанию авторам и исполнителям со всей России составили певцы и творческие коллективы столицы Коми. Встреча прошла необычно, в формате песенного баттла. Один за другим служители бардовского искусства исполняли как уже давно известные песни, так и композиции собственного сочинения. Концерт был разделен на несколько блоков, в конце каждого из которых зрители показывали, какой номер им понравился больше. Цель творческой встречи, по словам ее режиссера Виктора Назарова, еще раз напомнить о главной ценности бардовского искусства. Авторская песня всегда максимально приближена к зрителю. Сегодня у них день свободный и, конечно же, нам очень хотелось, чтобы не только они сами себя увидели, не только предъявили свою работу профессиональному жюри, но и сделали подарок городу. Подарили свои песни, которые поются, сочиняются, распространяются. И мы хотим сказать, что творчество, оно вообще не имеет ограничений. Они чувствуют себя равными среди равных. И, наверное, вот в этом инклюзивном подходе и есть смысл нашего общего жития. Виктор Назаров приехал из Великого Новгорода. На конкурс в качестве режиссера-постановщика его пригласили не случайно. Несколько лет назад он был в жюри конкурса. Сегодняшний праздник, отмечает мастер, он старался сделать максимально дружеским. И это, судя по отзывам самих участников, у него отлично получилось. Это что-то необыкновенное, это супер. Знаете, на фоне природы, это единение природы и души человеческой, это здорово. Это самый, я считаю, хороший формат, потому что это связь с природой. На природе ощущает человек себя в связи с природой. Правильно? Это замечательно. Концерт под открытым небом предваряет кульминацию конкурса. Это голоконцерт в театре драмы имени Виктора Савина, в котором уже завтра примут участие победители и призеры конкурса «Струна и кисть и вечное перо».